ЗВОНОК В ДВЕРЬ Посмотрите на меня, я был добрым кондитером, но из-за кучки детей я лишился работы. Оф, привет, Андрюша. Я хотела сказать тебе о том, как я люблю тебя. Ты настоящий герой, и я знаю, что ты никогда не соврёшь мне. Спасибо, я тоже тебя люблю, Галя. Конечно, ты меня любишь, а теперь тебе нужно навестить Кристину, она уже заждалась тебя. Погоди, Кристина, откуда ты вообще её знаешь? Услышьте меня, слуги Криаты. Давным-давно наша вечная баба не дала нам задачу собрать шесть самоцветов. С их помощью ей удастся выбраться из её тюрьмы и попасть в наш мир, который она превратит в утопию. Мы уже нашли пять из них, а Андрей, наш верный слуга, которого мы однажды отправили на поиски самоцвета давления, наконец-то вернулся с ним. Кристина, ты что-то путаешь? Я не смог найти самоцвет. Я, я не достоин быть одним из вас. Прошу, прости и отпусти меня. Ахаха, думаешь, я не знаю твой маленький секрет, звездный дитя? Ты нашёл самоцвет и решил оставить его себе. Захотелось поиграть в супергероя. Мы лишили мир счастья и надежды. Теперь человечество не ждёт ничего, кроме боли и страданий. Быть может, ты ещё можешь всё исправить. Ты должен отдать мне самоцвет. Нет, это всё не настоящее, это всего лишь сон. А ты что, хочешь проснуться? Довольно. Ты лишь плод моего воображения. Ты, ты иллюзия. Ты, крята. Я леди жучка. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. ПОДПИСМЕНТЫ Звучит музыка. Я всё ещё не могу отойти от деградатора. Никто не может, иногда мне кажется, что она специально оставила часть мусора после себя как напоминание. Ну, надеюсь, что парочка скучных школьных дней позволит забыть об этом происшествии. Верни мне бородь, собака ты с мрадой. Ты думаешь о том же, о чём и я? Конечно. Конечно. Спасайтесь, кто может, на нас напал педофил. Ну, спасибо, из-за вас я не смог поймать воровку. Прости, но мы принимаем благодарности только наличкой. Погоди, Маш. Эм, мистер, ты, что у тебя украли? Мою прекрасную борь. Не волнуйся, приятель, мы с Машей обязательно тебе поможем. Обязательно. Ложная тревога. Это всего лишь гном без бороды. Ну вот, а так хотелось. Ну, и как мы планируем поймать её? Всё просто, мы с Машей сами этим займёмся, а потом вернём тебе бороду, хорошо? Погоди, что? Сама подумай, это наша возможность показать себя, может тогда Галя меня. Ты про кое-что забываешь. Вы что там делаете, чувырлы, а ну быстро в класс. Ах, точно. Следовательно, исходя из теории мультивселенной, никакая материя не может быть уничтожена полностью, включая нас, я пытался. КХМ, есть вопросы? Почему мы в одном классе? Потому что в связи с постоянными атаками суперзлодиев, челики из министерства решили, что нам нужно поскорее выпустить вас из школы, короче, теперь вы все девять классники. Вуху, пропустила три класса, вернулась на один назад. Верните мне уже, Орн, без неё я говорить нормально не могу. Мы обязательно этим займёмся на перемене, у нас на всё хватит времени. Другими словами, лучшим примером фитального алкогольного синдрома служит лицо бывшего мэра. Какой сейчас вообще урок? Мне кажется, что даже Галя сейчас лучше проводит время. Я не понимаю, разве сила самоцвета не должна была защитить меня от простуды? Учитывая, какую дичь ты вытворяла с ним, сила самоцвета защитила тебя достаточно. По крайней мере, зрители этого не видели. Сейчас исправим. Стоп, погоди, нет. Уже поздно, включаю флешбик. Они не поверят, когда увидят, чему я научилась. Ледяные доспехи. Звуки смерти. Уф, не знаю почему, но всё ощущается теперь каким-то не таким. Есть вещи, смысл которых мы никогда не узнаем. Прошёл год с момента, когда эта серия должна была выйти, я потеряла свой голос и, я чувствую, будто даже ты пытаешься от меня что-то скрыть. Я такой же узник, как и ты, Галя. Я не могу помочь тебе. Тогда мне придётся навестить того, кто может. Ты, ты ведь не собираешься идти к нему? Что ж, на этом у меня всё. Скину домашку, в полночь в беседу класса, а пока валите отсюда. Бежим. Ну и как же нам её найти? Слышал, вам нужна Кристина. Ты знаешь, где её найти? Да, но мои услуги дорого стоят. Они будут стоить тебе жизни. Она прячется в катакомбах под школой, прошу, не обижай меня, хнык-хнык. Маш, отпусти его, давай уже пойдём. Как пожелаешь. Эй, есть срочное дело, сделай так, чтобы никто не заметил, что мы с Андреем ушли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Катакомбы это всё равно, что страшненький подвал, по которому бегает плачущий мальчик. Надеюсь, кроме нас и Кристины тут никого нет. В этих руинах обязательно кто-то водится кроме нас, но я знаю, как их отпугнуть и не дать нам сойти с ума. Не думаю, что я смогу тебя остановить. Кости, гниль, ужасный запах. Мы застряли под землёй. Без причины звучит песня. В ней мотивацию раскрой. Я бороду найти желаю, хочу себя я показать. В глубине пещеры я знаю, её мы сможем отыскать. Неужто тут тебя волнует, лишь кусочек бороды? Я верю, коли себя раскрою, она внимание обратит. Чувство любви мне незнакомо. Её лицо известно мне. Думаешь, тебя заметит, если подвиг совершишь? В это я всем сердцем верю и тебе я докажу. На это посмотреть готово, своё умение покажи. Бороду в подземном царстве, ради неё ты разыщи. Я верю, что мы сможем бороду найти. Я знаю, будет сложно, но нам не отступить. Вперёд, настало время подвиг совершить. Мы найдём Кристину. Мы сможем победить, кому любовь, кому война, но здесь... Сыр, зимой голова. Упаси леший. Так можно пугать? Я просто хочу детишек сожрать. Моим шестерёнкам нужна позор ядко. Немножечко фарша и буду в порядке. Ты сумасшедший, я тебе доверяла. Опустим это, пора убежать нам. Здесь выхода нету, все провели, только лишь глубже они пропадали. Прошу не бегите, вы туда не хотите, упадёте в разлом и себя вы лишитесь. Это место опасно, нам нельзя оставаться. Гораздо глубже нам нужно пробраться, без бороды нам нельзя возвращаться. Молодец, Гриша, ты потеряла работу хранителя разлома. Тебе даже не удалось отпугнуть пару детишек, и теперь они сдохнут в этой яме. Как ты жить будешь после этого? Что тут происходит? Меня не было всего лишь три порции макрошек, а впрочем, этот беспорядок не моя проблема. Меня не будет ещё две. Спасите, кто-нибудь, у меня аллергия на шерсть. Эх, сложный моральный выбор. Бум-бум-бум-бум. Спасибо, ты мой герой. Агось, слушай, а ты не знаешь, почему носки ожили? Это всё проделки человека-носка, он использует волшебную дудку, чтобы управлять носками. Думаю, мне стоит найти его и победить, это не займёт много времени. Ты так думаешь? Прошу простить сбой в вещании, похоже, даже я теряю свою силу. Что произошло? Что произошло? Я скажу тебе, что произошло. Мы отправились на поиски этой чёртовой бороды, и теперь мы оказались не пойми где без возможности вернуться назад только потому, что тебе захотелось поиграть в героя. Ну, прости, что я хотел ему помочь. Раскрою секрет, помощи от тебя как от звёздного медведя, никакой. И куда ты идёшь? Если я и останусь здесь навечно, то мне стоит найти место подальше от тебя. Но я всё равно найду бороду. Если Кристина шла по тому же пути, что и мы, то она должна быть рядом. Кого я обманываю? Это место огромный лабиринт, её тут вообще может не быть, и мы зря сюда спускались. Хуже и быть не может. Идиот, неужели ему борода важнее жизни? Будто какая-то там девка полюбит его из-за этого. Что ж, бояться мне уже нечего. Слушай, я конечно рада, что ты не пытаешься убить меня, но можешь перестать игнорировать меня. Звучит круто, но вернёмся к вопросам, кто ты? Ты, знаешь, как мне попасть обратно на поверхность? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...